Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И мы с вами сегодня на очередной выставке продажи комнатных растений, которая сегодня 3 октября 2021 года проводится в Новороссийске. Осенние деньки разбавляются вот такими яркими красками колиусов. И не только колиусов, сейчас покажу вам много-много интересных комнатных растений. И сегодня у нас после отсутствия, первый раз за этот сезон, снова вернулись наши девочки. Вернее, не вернулись, а приехали. Справившись со всеми домашними делами, приехали девочки из Анапы с экзотическими растениями. Показываю сейчас. Это Хоя Австраликум... А, это Корноза Триколора. Я думала, что это Австраликум Лиза. Корноза Триколор. За время отсутствия цветочков понаросло много, поэтому сейчас вам будем показывать, что же здесь встречается. Нематантус. Это наши известные золотые рыбки. Ну, а тут уже вариации на тему. Вот я вижу интересную фоечку. Матильда Сплэш. И вам сразу видно цены. Цены не озвучиваю. Смотрите, на этикеточках хорошо это просматривается. Ну, а вот изображение будем думать, что вам будет видно, потому что погода сегодня пасмурная, помещение темное. И мы здесь спасаемся только лампами. Вот там я вижу филодендрон Бразил. Не буду его поднимать. Он стоит 250 рублей. И 300 рублей стоит Медуза. Кстати, красивый филодендрон. И еще раз говорю, что два года назад Медузу очень хорошо покупали. Сейчас она практически застаивается у нас на прилавочках, потому что пошла муда на другие цветочки. То есть тут, так же, как и со всеми другими нашими товарами, есть взлет, есть взлет и есть падение. Хотя, я думаю, что как раз экзотам это не грозит. То есть всегда есть любители экзотических растений. Ну, кстати, необычный листик трахелоспермы, уже сменовидный, белый, 350 рублей. Красивенький кустик. Здесь же есть и оранжевый, который я вам уже показывала, тоже сейчас покажу. Вот такой. Ну, и вот здесь, получается, можно увидеть, какие встречаются вьющиеся растения. То есть мы с вами уже говорили, что здесь все оформлено такими небольшими группами. Вот в этой группе это группа вьющихся растений. Тут пандерея. Жасмины. И вот это, что у нас такое? Похоже, что тоже пандерея, но белое. Так, а тут, по-моему, растения с плодами. По крайней мере, вот это у нас мальпигия. Это... Ну, надо же. Это такой плод с семенами, надо думать. Никогда не видела у мальпигии. Ой, у... Нет, это не мальпигия. Может быть, это другое название? Барбадосская вишня. Напомнили мне цветочки цветения мальпигии. Так, сейчас поставлю в сторонку и покажу еще, какое растение сегодня вот здесь застоялось. Это суринамская вишня. Барбадосская, суринамская. Вот они, экзоты, наконец-то. Мы их снова увидели. Нам их не хватало. Джаботтикаба. Это тоже что-то плодоносящее. Посмотрите, какие листики. Листик в сеточку, да? Листик в сеточку. Это хорошо видно при небольшом затенении. Смотрится и интересно. А также здесь есть гранатник и сизигум паникулатум. Даже не знаю. Название вроде бы как я и слышала, но не могу вам сказать, что такое сизигум. Здесь разные обутилончики. Вот такие. Якобини, пахистахисы. Там я вижу цены 300 рублей. Пассифлоры. Пассифлоры. Сортовые пеларгонии. Вот она, анита. Давайте вот здесь я вам сейчас покажу. Смотрите. Ордизия. Все-таки это ордизия. Помните, мы как-то с вами говорили о том, что я купила на выставке пестрый кустик. И сомневаюсь, что то название, которое было написано, оно было правильным. И как оказывается, это действительно ордизия. Потому что как раз ордизию мы и заподозрили. Дафна варигатная. Красивый кустик. Марина говорила, что очень-очень ей нравится. А вот салану. С интересным листиком. Но здесь у нас получается, что действительно на каждом растении можно останавливаться. И подолгу, подолгу рассматривать, читая названия, которые также удивительно звучат, как и выглядят сами растения. Холмские олдии. Вот сегодня девочки сказали, что у них появились всех расцветок холмские олдии. То есть у них цветочки-шляпки. Так, и что-то еще интересное. А, цеструм. Цеструм изящный. Вот этот сорт малиновый, он действительно изящный. У него цветочки такие с глянцем. Очень красиво выглядят. А этот цеструм белый, который ароматный. Пахнет очень-очень сильно. Интересная пеларгония. Варигатная. Листик похож на листик землянички. Вот тут я вижу разные компанулы. Ну, сейчас уже остались только беленькие, поутру были и другие. Алиандры. Алиандров всегда тоже много расцветок. Сейчас вот красный и розовый наблюдается. Сейчас посмотрим цену. 200 рублей. Вообще недорого. Череночки олеандров 200 рублей. Среди них такая опушенным листиком выглядывает генура. Тунбергия. Именно с таким листом тунбергия цветет очень красиво. Просто очень-очень. Мощная лиана. А вот здесь растение, которое можно высаживать в сад. Вот там я вижу пестролистный гибискус варигатный. Сирень афганика, кстати. Вот она. Она красивый кустик. Афганики очень красиво смотрятся в грунте. Она такая вся резная-резная. Пушистая-пушистая. Даже трудно узнать в ней сирень. И это пептоскорумы. Ну, надо спросить у Марины, зимуют ли они в Анапе без укрытия. У нас... Я опасаюсь высаживать в грунт. Не проверяла. А вот Аукуба у нас хорошо зимует. Вот там я вижу бренью снежную. И стоит она 250 рублей. А также мирты. Мелколистный мирт. Текома, кстати, редко встречается. 350 рублей. Такие желтые цветочки. И вот тоже редкий случай, когда встретилась брунфельсия вчера, сегодня, завтра. То есть на одном растении разного цвета цветочки. Вот он. Огненный куст, который цветет ну просто все лето, без перерыва. И посмотрите. Таберна Монтана. 350 рублей. Ее сегодня еще никто здесь не заметил. То есть она еще пока стоит. Ждет своего покупателя. Цитараксилумы. Зеленый и варигатный. И вот что-то такое интересное, вьющееся. Не вижу этикеточку. Сейчас найдем. Бигнония. Бигнония каприолата. Это красивые глянцевые листы. Девочки сказали, что она удивительно красиво цветет. А также гордынии вижу. И что-то тут такое с резным листиком почитаем. Это петровитекс. Я не знаю, чем петровитекс. Отличается от обычного витекса. А чем отличается витекс обычный от петровитекса? Петровитекс. Он с желтыми гроздьями свисает вниз. Он, наверное, вьется, да? Нет? Да. Похож на вьющееся растение петровитекс. Мы решили, что он вьется. Поэтому он отличается от обычного витекса. Вот они, клубы попугая. Это бальзамины. И новогвинейский красивый бальзаминчик. С пестрым листиком. А вот там у нас... А что такое оранжевенькое вот здесь? Вот эти плодики. Чего? От чего? Это цитрон. А, это цитрончик. Цитрончик. Ой, красивые. Красивые бегонии. Вот здесь декоративно-лиственные бегонии. Только что показывала вам всегда цветущие. А здесь декоративно-лиственные бегонии. Это 200-250 рублей. И можно я вот здесь, да, посмотрю. Эти бугенвилли. Коренененные черенки бугенвилли. Больше 30 сортов уже есть. Ой, какое красивое цветение. Это что за сорт такой? Обильно, с такими набивными просто кистями. Как она называется? Это мини-тай. Она не отсюда. А, она не отсюда. Это мини-тай, да? Она компактная. Понятно. Мини-тай. Похоже, вот эта она, наверное, да? У нее тут нет. Нет, она в другом ящичке. Вот такие интересные, красивые бугенвилли. Бугенвилли. 300-350 рублей укорененные череночки, в том числе и пестролистные сорта. А визиток нет у вас? А, есть визитка. Вот, есть визитка. Очень хорошо. Посмотрите. Ага, я показываю визитку и на другой стороне контакта. Все, успели записать? То есть, вот по этим телефонам спрашивать об экзотических растениях. А дальше мы с вами переходим к шикарным папоротникам Петриченко Ирины. У Иры тоже визитка лежит. И там у нее ссылка на инстаграм есть. Поэтому сейчас мы дойдем и я вам покажу. У Иры, кстати, всегда циперусы интересные встречаются. И вот в этом году добавились у нее декоративно-лиственные растения. У меня вижу строманту. Кое-что из марантовых. Антуриумы, хилодендроны. Ну, а, конечно, папоротники никуда не делись. Ира умеет их выращивать. Красиво. И вот здесь они стоят такой пушистой зеленой поляной. Много сингониумов. Ну, Ира всегда была много сингониумов. Она давно уже их выращивает и перевозит на выставки. Ну, и, конечно, визитная карточка. Это суккулент на этикетке. То есть много-много интересных суккулентов, которые мы вам уже показывали на каждых выставках. Ира присутствует со своими питомцами. И вот здесь контакты. Суккуленты представлены в самых разных размерах. То есть кто-то любит выращивать из маленьких-маленьких, совсем маленьких малышей. А кто-то, кому-то нравятся уже большие кустики. На странице в Инстаграме урены представлены и цены тоже. Обычно вот там, ближе к лампам, стоят уже взрослые образцы, чтобы можно было посмотреть, какими вырастают бусинок красивых растения. Ага, вот в ассортименте. Вот такие разноцветные, разноцветные боровы. Выбирайте какие-то цветочные. И здесь очень любят выбирать цветные розеточки наши зрители. Суккуленты, как известно, хорошо укореняются. Их нужно подсушивать перед укоренениями. Как раз вот здесь они подсыхают. Они уже готовы к посадке. Я же говорю, что да. Поэтому, пожалуйста, выбирайте, сажайте сразу в горшочки. И они начинают тут же расти. Ира, вот это что за прелесть такая? Капусточка вот эта. Это самая маленькая очеверия. Очеверия Атоми. Очеверия Атоми. Посмотрите, какая прелесть. Это взрослая розеточка, которая уже доверит зеточек. И она будет такая вот свекольная бордо. А это на хорошем освещении, да? Это вообще не моё. Это вот у девочки спрашивайте. Колонхойчик, посмотрите. Вот этот фетченко или нет? Нет, это не фетченко. А это что такое? Фетченко здесь есть только простой неваригатный. А этот как называется? Резный название у него? Нет названия. Нет названия. Ну, вот такой он весь красивый-красивый с белой каемочкой по краю листа. Ну, и здесь много очень пёстрых розеток. Вот красила такая. Она намного ярче окрашена в летнее время. Она просто такая классная листи. Ну, даже сейчас уже осень, уже октябрь. Много цветных розеток. Посмотрите, какая красивая голубого цвета. Это их верия или это что-то другое? Вот, голубая прямо. Вот они, наши хавортии, которые с самыми разными ладошечками. Тут же хищник. Вот показано, как можно вырастить из хавортии огромный куст. Здесь же адрамискусы больших размеров. И дальше вот тут можно найти маленькие опять-таки розеточки. И можно вот так адрамискусы. Ага. И можно уже, посмотрите, уже укорененные листики. Укорененные с детками. Да, да, да. Уже пошли детки и сорта очень интересные. Это красова. Вот, как вот так. 250. Контакты я вам показывала. Кто не увидел их, вернитесь чуть-чуть назад. И там будет Ирина Визитка с ее данными, которые помогут выйти на ее страницу в Инстаграме. А дальше мы переходим к месту Нины. У Нины тоже много интересных аруидных растений. Вот такой интересный филадендрон. Кстати, тут вот они оба необычные листики у них. Такие вот такие вот. И сейчас мы посмотрим дальше. Агланемы. Агланемы, сингониумы, сцентапсусы. Самые-самые разные аруидные представлены на одном цветочном месте. Посмотрите, Нина, вот такая яркая. Сколько Агланемы стоит? Это розовая. Полторы тысячи. Полторы тысячи вот такого цвета. И ярко-красная есть, да? Малиновая просто. Она такая же цена? Да, одинаковая, да. Одинаковый размер, разный цвет. А вот панда такая, разноцветная. 600 рублей. 600 рублей. Уже большой кустик, уже с детками там. Посмотрите, как красиво раскрашены листики. А вот у нас это Империал Байт. Да. Тоже большой кустик. Уже сколько стоит он? 500 рублей. Большой кустик. То есть вот здесь уже большие кустики. И дальше у нас вот поменьше Агланемка, да? Такая сколько стоит? Это деточка. 400 рублей. 400 рублей такая вот. Деточка. Что еще нам показать? Это Golden Dragon. Вот интересно. Ага. Golden Dragon. Уже с деточкой, уже варигат. Да, да, да. Сейчас посмотрим. У золотого дракона, особенно на молодых листиках, виден такой золотистый крапка, золотистый дождик. Вот этот листик окрашен по цвету. Стоит он 2000. 2000. Что еще? Серебристый. Ага. Silver Metal. Silver Metal. И стоит он? 700 рублей. 700 рублей. А вот этот Satin Gold, да? Сатин Gold, да. Красивый. Вот мы с вами говорим сегодня. 300, а это макушка 3000. 3000. Да. Ага. Верхушечный черенок, посмотрите. И он потом постепенно, постепенно становится еще более яркого цвета. Молодые листики, у него немножко другой формы. Ну, вот такой. А потом они прорезаются уже такими прямо разрезами, чуть ли не до середины. Это у нас конфетти Триколор. Нет, он сколько стоит? 500 рублей. 400 рублей. Это уже пышный кустик. Да, и 500 это Бо Палюжин. Ага. 500 это побольше кустик. Бо Палюжин. Вот уже тоже выращен красивым уже кустом. С огромными листьями. Ну, у многих Алюжинов именно такая форма сердца у листика. То есть массивный. А, им бывает Марбл, да? Да, это список. Сколько стоит он? 3000. Ну, 3000 человек хороший. Цена огромная. А это 2400. Да, огромный кустик. И хорошая пестрота. Ага. Красивый. Так, и вот здесь Дели у нас, да? Спатифилим. Вот он, Спатифилим. Такой. А, еще. 700 он, да? Или 2700? Сколько? 2700. 2700. Тоже хотела удивиться, потому что они, да, по 2000 они выставлены. В интернете я этот сорт видела. Маленькие деточки совсем-совсем. А этот уже такой коренастый кустик. И начали появляться детки. Маску я пропустила же совсем. Да, Нина, если я что-то интересное пропускаю, не вижу. Вот это тоже маска, да? Да, это уже самостоятельно. Вот манюсенькая масочка такая, она, ну, маски сейчас, да, 6-7 тысяч стоят кустики. А вот это уже с раскрашенным листиком. Это разные маски? Вот говорят, как Magic Mask, еще какая-то маска, нет? Magic Mask. Просто одна поменьше, другая. Magic Mask у нее такой и выходит листик, а потом уже он разрезается. А у другого сорта он сразу резной выходит. Там как-то по-другому еще называется. Это если маскушка, да, резной. А, дальше уже Машинстор начинается, да? Все? Нина, мы все интересное показали? Или у нас еще... А, вот, да. Маленькая принцесса. Вот она, Монстера Альба у нас. Спрашивали Монстеру Альба. Она сколько стоит? 1000 рублей. Вот тут череночек там с ожившей почечкой и с листиком. Ну и вот такой вот большой лист. Это у нас краснеющий, да? Нет, это вот краснеющий. А, это им бывает. Краснеющий вот уже большой. Он не очень дорогой, да? 600 рублей. 600 рублей уже такой большой черенок. Кто просто хочет в доме поставить растение, которое быстро вырастет и заполнит собой пространство, то как раз можно краснеющий. А вот такой, 3,5, это у нас вот Black Cardinal, да? Black Cardinal. Посмотрите, на фоне зеленых листьев, вот у него такой крупный, темный, темный лист. 3,5 тысячи. Красивое растение уже. Спасибо, Нин. Не идем дальше. Извините, пожалуйста. Сейчас мы... Вот здесь машин столик. И на машином столе сегодня много писти красивого, красивых расцветок. И тоже много аруидных. Сейчас мы дойдем до тех палеточек маленьких, из которых легко можно растение вынуть. Редко-редко, да? Ну да, вот прям хорошо красиво, потому что нужно поливать. После часто поливать, внести чернии, а на среднем же делать. На эпиццах написано название сорта, а вот цены я не вижу. Сейчас посмотрим, есть ли тут цены. Маш, по чем эпиццы у нас? Я уже сгибнула. Так, эти спектакли, тут побольше 200. 150-200. Кстати, Нина, контакты... Нет, я же не написала. Телефон твой не показала. Сейчас, по контакте Нины я вам покажу. Так, это еще раз говорю, там, где мы видели маску, где мы видели монстеру, альбу, гол, сатин, филодендрон и интересные... Интересные сингониумы, это контакты Нины. А вот Машины контакты сейчас попозже. Немножко я покажу. Сначала покажу растения, и если кому-то захочется сразу же Маше позвонить и спросить о растении, потому что видео выйдет не в день выставки, а позже. У нас тут очень плохой интернет, поэтому только вечером оно появится в эфире, когда выставка уже перестанет работать. Поэтому можно будет связаться по телефону, по WhatsApp, наверное, я так думаю. Девочки, может быть, будут заняты уже домашними делами после выставок. Поэтому пишите на WhatsApp. Это Маша на растении, у нее много ароидных тоже. Сейчас покажу вам, какие сингониумы тут интересные встречаются. Также вот показала вам Филадендрон Гигантум. Помимо этого вижу вот эти Эпипремному Пенатуму Вайт Вариегатный, который стоит 1300. Вот уже сейчас пошли цены поменьше. Как-то начинался сезон. Пенатумы Вайт Вариегата были большего размера, стоили дороже. Сейчас они стоят 1000-1500 и уже поменьше. Поменьше роста. Красивая Агланинка. С розовыми ножками. Агланин Магринца. 400 рублей. А вот интересное тоже растение. Это Эпипремному. Агланин Магринец. Ах, не знаю. В названии Блю, то есть голубой. Ну, и кто-то у нас кашляет так. Из детишек, пришедших на выставку. И тут у нас сингониумы. Сингониумы самые разные. Вот этот такой расписной, красивый. 1200 Т24. Да, он дорогой. Люды на выставке тоже мы его смотрели. И он тоже стоил так прилично. И 1600 Орумнак. Ой, 1300. 1300 Орумнак. Ну, и тут я вижу и конфетти, и Боба Люжин, и Венозум с хорошими венками. И конфетти Триколор. То есть самые разные. Я смотрела этот папоротник. Не решилась его купить, потому что не могу представить взрослым кустом. Надо будет посмотреть. Нет, Асплениум. Асплениум пока не решаюсь. Ну, а здесь Сан-Северия самые разные. Вас не показываю, не переживайте. Мария, еще раз название. Не знаю, я у Маши спросил. А первое какое слово? Ау Брутиана Лауренси. Стоят они по 700 рублей. Ну, а дальше у нас цветочное место Валерии. И это будет в следующей части у нас. И так уже полчаса длится видео. Спасибо.